Аллилуйя! Взятый ты, Господь, Твоим милостям нет конца. Ты источник моих благ, Мы больше, чем друзья. Твоя милость неизменна, Ты верный во всем. И я люблю тебя, Я люблю тебя. Я люблю тебя, Ла-ла-ла-ла-ла, Я люблю тебя. Я люблю тебя, Господь. Я люблю тебя, Господь. Я люблю тебя, Люблю тебя, мой Бог. Святый ты, Господь, Твоим милостям нет конца. Ты источник моих благ, Мы больше, чем друзья. Твоя милость неизменна, Ты верный, Господь. Я люблю тебя, Любовь твоя сильна, Не по моим делам. Ты вознес меня, Господь, В тебе нуждаюсь я. И я хочу всегда Быть образом твоим. Я люблю тебя, Да, я люблю тебя, Да, я люблю тебя, Я люблю тебя, Господь. Я люблю тебя, Я люблю тебя, Я люблю тебя, Я люблю тебя, Господь. Давайте поклонимся Ему этими словами. Я люблю тебя, Я люблю тебя, Пусть твое сердце поет. Я люблю тебя, 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 Господь. Я люблю тебя, 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 у тебя святый ты господь твоим милостям нет конца источник моих благ мы больше чем друзья твоя милость неизменно ты верный во все тебя любовь моя сильная любовь твоя сильна не по моим делам ты вознес меня господь и в тебе нуждаюсь я я всегда хочу быть образом твоим я люблю тебя я люблю тебя я люблю тебя да я люблю тебя я люблю тебя я люблю тебя я люблю тебя Я люблю тебя, Господь, я люблю тебя, я люблю тебя. Я люблю тебя, Господь, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. Я люблю тебя, Господь, я люблю тебя, я люблю тебя. Я люблю тебя, Господь. Спасибо тебе, Господь, за твое присутствие сладкое сейчас здесь. Твое сладкое присутствие, Господь, твое царство здесь сейчас, твое царство. Ибо пусть течет река от престола, пусть течет река от престола, через твое сердце река хвалы, говорящая. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. Я люблю тебя, Господь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Слава Тебе. Знаете, я чувствую сейчас такое весомое, тяжелое его присутствие, где он вот как бог шалом, он не торопится, и он спокойный, и он безопасный, и он могущественный, сильный. В нем нет беспокойства, в нем нет никакой паники, его нельзя сдвинуть. Если он что-то делает, или он куда-то пришел, он сам настолько могущественная реальность, он могущественная реальность, он личность, он тот, кому мы служим и кто служит нам здесь. И это дом, это как жить вместе с ним, и мы познаем его, каждая встреча, это еще маленький шаг, это еще ближе к нему, еще ближе друг к другу, это путь, это путешествие. Это еще один праздник, когда бог нас собрал вместе, чтобы мы узнали вместе его, потому что только все вместе мы можем по-настоящему познать его, кто есть он. Он так устроил, что друг без друга мы даже его до конца не поймем, не можем познать. Таинство на этом месте, сам Бог, его чудесное личное присутствие, мы почитаем тебя здесь, Господь, и мы счастливые люди, избранные, предназначенные к удивительной судьбе, знать самого Бога. Это самая великая судьба, знать Бога. Нет ничего более высокого на этой земле, чем лично знать и любить Его. И пусть весь мир крутит у виска, но мы храним эту тайну в нашем сердце, но мы счастливы о том, что мы Его знаем. Мы знаем саму жизнь, сам источник жизни. Он дружит с нами, Он любит нас. Он заинтересован в нас. Не важно, весь мир может думать что угодно об этом, но мы знаем. Мы знаем. А мы знаем. Господь, мы знаем Тебя, это наш праздник, это наша радость. Это тайна наша. Это тайна наша, но мы не жадные, мы хотим ею делиться. Это тайна, но мы хотим ею делиться, мы хотим, пусть будет больше. Мы говорим, пусть будет больше таких, как мы. Таких, сошедших с ума, перевернутых вертормашками, но так сильно любящих Его. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Лишь на Тебя уповает Душа моя. На Тебя уповает Душа моя. В тени крыл твоих укроюсь я. Да коли не пройдет стороной беда. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Лишь на Тебя уповает Душа моя. Ну, в тени крыл твоих укроюсь я. Да коли не пройдет стороной беда. Буду славить Тебя, Господи, я между народами. Буду петь Тебе среди племен. Буду славить Тебя, Господи, я между народами. Буду петь Тебе среди племен. Вы вода небес высока, милость Твоя, и истина Твоя, выше облако. Вы вода небес высока, милость Твоя, и истина Твоя, выше облако. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Лишь на Тебя уповает Душа моя. В тени крыл твоих укроюсь я. Да коли не пройдет стороной беда. Буду славить Тебя, Господи, я между народами. Буду петь Тебе среди племен. Буду славить Тебя, Господи, я между народами. Буду петь Тебе среди племен. Вы вода небес высока, милость Твоя, и истина Твоя, выше облако. И вода небес высока, милость Твоя, истина Твоя, выше облако. Будь превознесен, Будь превознесен, Иисус, выше небес. Будь превознесен, Иисус, в сердце моем. Будь превознесен, Иисус, в сердце моем. Будь превознесен, Будь превознесен, Иисус, в сердце моем. Будь превознесен, истина Твоя, истина Твоя, истина Твоя, истина Твоя, истина Твоя. Будь превознесен, Иисус, в сердце моем. Будь превознесен, истина Твоя, истина Твоя, истина Твоя, истина Твоя, истина Твоя. Укроюсь я, доколе не пройдет стороной беда Помилуй меня, помилуй меня, Боже, помилуй меня Лишь на тебя, лишь на тебя, душа моя В тени крыл твоих укроюсь я Скажи пророчески, буду славить! Буду славить тебя, Господи, между народами Буду петь тебе среди племен Еще вместе! Буду славить тебя, Господи, между народами Буду петь тебе всеми времен И вода небес высока, милость твоя И истина твоя выше облако И вода небес высока, милость твоя И истина твоя выше облако Будь превознесен Иисус выше небес Будь превознесен Иисус в сердце мое Будь превознесен Иисус выше небес Будь превознесен Иисус в сердце мое Будь превознесен Иисус выше небес Будь превознесен Иисус В сердце моем Будь превознесен Иисус В высшее небес Будь превознесен Иисус В сердце моем Сначала в сердце моем Пусть превознесен В сердце моем В сердце моем В сердце моем Превознесен, превознесен В сердце моем 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 В сердце моем Превознесен В сердце моем Превознесен В сердце моём, в сердце моём, В сердце моём, ты достойна подсердечной холы. Не просто устами, мы ждём тебя, Мы ждём тебя, ждём тебя. Дух и невеста говорят прийди. Мы ждём тебя, Иисус. Иисус, ждем тебя, ждем тебя И дух и невеста взывают, приди мы Ждем тебя, ждем тебя На эту землю на света ждем тебя Ждем тебя, ждем тебя Дух и невеста говорят, приди мы Ждем тебя, ждем тебя Ждем тебя, ждем тебя Ждем тебя, ждем тебя Мы ждем тебя, ждем тебя, ждем тебя Эта земля взывает Иисус Приди, приди на эту землю Приди дождями милости Приди реальностью небес Придем тебя, приди, Господь Приди на эту землю жизнью своей Приди, приди на эту землю И Дух и Невеста говорят, приди Приди, Дух и Невеста говорят, приди Ждем тебя, ждем тебя, ждем тебя Ночью и днем, сердце своем Мы ждем тебя, ждем тебя Мы говорим, приди Мы говорим, приди Мы говорим, приди Мы ждем тебя, ждем тебя Ночью и днем, сердцеrop Приди, приди, приди Я чувствую, Бог высвобождает большую жажду Бог высвобождает жажду сердца Это благодать Божья Это благодать Божья Желать так сильно Его Это благодать Божья Это просто милость Его Когда Он катается в моего сердца И Оно просыпается И Оно начинает видеть И Оно начинает говорить Оно начинает петь Ему Оно начинает просыпаться Чтобы видеть Его И чтобы любить Его Это чистая благодать Это чистая платье такожья Мы говорим, приди Сердце моё Сердце моё Мы говорим, приди Иди Мы принимаем Эту жажду Мы принимаем, как дождь Мы принимаем, как милость, как благодать Твою, Господь Мы открываем сердца, чтобы просто принять, как живой хлеб Эту благодать, жаждать Бога Всем сердцем желать Пошел посылай этот голод Не голод хлеба, но голод слова Голод живого слова Голод Иисуса Христа По Иисусу Господь открывай его благость Открывай благость его Открывай красоту Бога Земли Открывай красоту Бога сердцам Боже, пробуждай эту жажду Эту тягу, которую ты создал человека Ты создал нас так, что мы не можем не желать Бога Не можем не хотеть тебя Господь, мы просто забыли, кто есть ты Мы забыли в сердцах, кто есть наш Бог Но Господь, Твоя благость и милость открывает нас Видеть его, слышать его Желать его Это первая любовь, Господь Это первая любовь Это самая главная страсть Сердец Господь пусть проснется 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 и не отпускает ни одно сердце Проснется и не отпускает Ни днем, ни ночью Дай мне тайное место и время дождей Время укрыться в любви Твоей Тайное место и время с Тобой Бог мой Я найду в Тебе силы Войду в свой покой В Твой и друг и учитель Наставник мой Тайное место и время с Тобой Бог мой Когда душа моя болит Я не хочу судовый обвинь Когда душа моя болит Хочу любимым дурить Тобой Я ожидаю в тишине Я размышляю о Тебе В Тебе, Господь, стучу Любимым быть хочу Дай мне тайное место и время дождей И время укрыться в любви Твоей Тайное место и время с Тобой Бог мой Я найду в Тебе силы Войду в Твой покой Вдруг и учитель Наставник мой Тайное место и время с Тобой Иисус Иисус Иисуса Иисус Иисус Когда душа моя болит Я не хочу судовый обвинь Когда душа моя болит Хочу любимым быть тобой Я ожидаю в тишине Я размышляю о тебе Я все хочу забыть Хочу любимым быть Дай мне тайное место И время дождей И время укрыться В любви твоей Тайное место И время с тобой Мог мой Я найду в тебе силы Пойду в твой покой Друг и учитель Наставник мой Тайное место И время с тобой Мог мой Дай мне тайное место И время дождей Время укрыться В любви твоей Тайное место И время с тобой Мог мой Я найду в тебе силы Пойду в твой покой Друг и учитель Друг и учитель Наставник мой И твой покой И твой покой И твой покой И время с тобой Друг иcje Когда душа моя болит, просто хочу любимым быть тобой. Я ожидаю тебя в тишине, я размышляю о тебе. К тебе, Господь, стучу, любимым быть хочу. Когда душа моя болит, скажи ему. Когда душа моя болит от судов, но я не хочу судовый обид. Когда душа моя болит, просто хочу любимым быть тобой. Я ожидаю тебя в тишине, я размышляю о тебе. Я все хочу забыть, хочу любимым быть. Дай мне тайное место и время дождей. Время укрыться в любви твоей. Тайное место и время с тобой, Бог мой. Я найду в тебе силы, войду в твой покой. Друг и учитель, наставник мой. Я найду в тебе силы, войду в твой покой. Друг и учитель, наставник мой. Тайное место и время с тобой, Бог мой. Спойте эти слова, кто запомнил. Дай мне тайное место и время дождей. Время укрыться в любви твоей. Тайное место и время с тобой, Бог мой. Я найду в тебе силы, войду в твой покой. Друг и учитель, наставник мой. Тайное место и время с тобой, Бог мой. Мы как никогда нуждаемся сейчас в этом тайном месте, в этой тайной комнате. И это место, в первую очередь, в твоем сердце. Оно не просто в какой-то комнате. Это может быть где угодно. Это твое сердце. Там, где ты и Он. Там, где Он и ты. Там, где ты изливаешь свое сердце перед Ним. Там, где ты приходишь и говоришь, Господь, да, да. Да, я понимаю, что это просто люди. Никто не совершен. И я не совершен. И это просто люди. И люди часто не понимают. И часто Бог допускает, почему люди ударяют нас, люди обижают нас. Для того, чтобы ты пришел к Нему и сказал, Господь, дай мне милость к этому человеку. Дай мне прощение к этому человеку. Я не хочу оставаться в этом состоянии судов, обид, злобы, ненависти, справедливости. Когда ты приходишь к Нему, твоя справедливость заменяется Его милостью. Потому что Он говорит, моя милость, она превозносится над судом. И мы не можем сами это сделать. Мы не можем родить в себе эту милость. Это будет все равно искусственно. Долгое-долгое время мы пытались прощать своими силами, любить своими силами. Но Господь говорит, ты не можешь этого сделать долго. Потому что в любом случае, твоя любовь и также твоя милость, они всегда условны. Они всегда условны. Наша любовь не может быть безусловной. Только Его любовь безусловна. Вот почему мы нуждаемся. Почему мы нуждаемся в Его присутствии. Мы нуждаемся в этой тайной комнате. В этом тайном месте. Там, где мы приходим, мы позволяем Ему касаться нас. Изменять нас. Очищать нас. Да, это огонь. Да, это крест. Но как мы можем научиться терпеть там, где нет такой ситуации, которая требует от нас терпения? Как мы можем научиться любить там, где нет такой ситуации, когда нас часто ненавидят или обижают? Иисус говорит, никому не миновать креста. Ты можешь долго пытаться обойти крест. Ты можешь любыми теориями себя убеждать. И любыми откровениями. Но вход, вход в Его Царство, вход в Его реальность, Его присутствие, в Его полноту, только через крест. Крест – это узкая дверь. Крест – это узкий путь, по которому трудно войти. Множество путей широких. И только этот узкий путь ведет в истину, прямо в сердце Отца, через Иисуса, висящего на этом кресте. Только это и есть узкий путь, этот крест. Часто мы ожидаем большие широкие ворота. Господь говорит, но ты не сможешь войти этим крестом, пока ты не умрешь для себя. Для своих, не просто амбиций, для справедливости своей. Там, где все внутри тебя говорит, справедливо, справедливо наказать. И правильно наказать. И правильно сейчас высвободить определенные слова. Но в этот момент сразу перед тобой крест. Справедливо было Иисусу наказать своих гонителей и своих убийц. Аминь, Господи. Господи, научи нас, покажи нам. Не просто научи, дай нам это переживать. Всеми фибрами нашей души. Всеми частями нашего тела, нашего состояния, нашей внутренности. Духовной и душевной, Господь. Часто мы пытаемся во всем разобраться просто разумом, знаете. На этой школе то, о чем проповедуют наши друзья из Америки. Мишель, Шерон будет проповедовать. На любых школах мы пытаемся во всем разобраться разумом. Бог говорит, это только начало. Но это как малая часть. Это должно пройти сквозь тебя. Эти откровения должны упасть глубоко внутрь твоего сердца. Твоего... Твоей утробы. И родиться оттуда плодом. Только тогда это откровение действительно живо и действенно для тебя. Вот тогда рождается настоящая вера. И вот эта драгоценность для Господа. Вот это драгоценнее золото. Вот это рожденная вера, прошедшая через огонь. Через сострадание. Через смирение и сокрушение. Перед Богом. Там, где крест, там, где все взывает о справедливости, о ненависти, может быть, и о мести. Но ты выбираешь. Ты приходишь к Нему, и ты выбираешь, как Иисус. И это тяжело. Но ты выбираешь и говоришь, Господь, я не просто прощаю, я отпускаю людей. Я хочу быть как чистый лист бумаги. Как абсолютно совершенно прозрачный пред Тобой. Вы знаете, Господь делает нас прозрачными. Для того, чтобы через нас люди могли видеть Его. Часто мы пытаемся наполнить себя знаниями, пониманиями, откровениями. Для того, чтобы все видели нас. Как я могу пророчествовать, как я могу говорить, как я могу высвобождать. Иисус говорит, я хочу сделать Тебя, 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 Тебя абсолютно прозрачным. Чтобы слышал что-то. Слышал меня через Тебя. Люди не видели Тебя. Ты был бы абсолютно прозрачный, как стекло, чистый. Для того, чтобы в Тебе был виден Иисус. Вот, что Он делает с нашими сердцами. Отец, спасибо Тебе за Твою милость, Господь. Спасибо Тебе за Твою милость к нам, Господь. Аллилуйя. Спасибо Тебе за эти... Давид называл их судами. Я не знаю, это сценодальный, может быть, перевод. Но правильное понимание за Твою коррекцию, Господь. Потому что эти суды, то, чему Ты нас научаешь, то, через что мы проходим, в конечном итоге пройдет время. Ты сможешь обернуться назад и сказать, это драгоценнее золото. Это действительно драгоценнее всего того, что я мог иметь. И имею, и буду иметь материального и даже всего остального, духовного. Это драгоценнее. Потому что это очищает Тебя изнутри. Это дает Тебе новое понимание. Это рождает в Тебе новое понимание, новый плод. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Поэтому, когда Давид осознал этого, он сказал, Господь, спасибо Тебе за эти суды. Спасибо Тебе за эти времена, через которые мне пришлось пройти. Там, где умирало все мое. Там, где умирали мои амбиции. Там, где умирали мои желания. Там, где умирали мои мечты. Там, где умирало все мое. Потому что, пройдя через это, я понимаю, что я приобрел такую драгоценность, которую нигде и никогда больше невозможно приобрести. Не через какие знания просто. Не через какие понимания. Это все просто средства. Но реальность, она здесь, в Тебе, в Твоем сердце. И Ты не можешь избежать этой реальности. Люди пытаются избежать этой реальности. Но ее невозможно избежать. Если Ты говоришь, Господь, вот я. Я полностью принадлежу Тебе. Ты обязательно пройдешь через крест. Обязательно пройдешь через эту реальность. Кто-то быстрее. Кто-то дольше. Но это драгоценно здесь. Я скажу больше. Эту возможность нельзя упускать здесь, на земле. Это дано нам как драгоценность. Это тест. Это проверка. Этот огонь. Он дан нам как драгоценность. Опять же, мы не можем этого понять, как люди не могли понять креста. Не могли понять, для чего это. Это ее родство для людей, для многих и до сих пор. Точно так же мы не можем понять, как может быть драгоценностью для Бога и для меня потом. Мои страдания сейчас. Мои боли. Там, где моя душа просто, она разрывается на куски. Там, где мне больно. Там, где меня не понимают самые близкие. Я хочу тебе сказать, у тебя обязательно будут в жизни такие ситуации, когда самый близкий человек тебе, самый близкий друг, муж или жена, в какой-то момент они вдруг перестанут тебя понимать. И это будет как предательство для тебя. Вдруг. Это будет очень больно. Но пойми, в чем сходство. Иисуса предали самые его близкие. Самые близкие ученики, которые возлежали с ним, которые ближе не было никого. И Господь допускает это. Опять же, взрослость состоит в том, что ты понимаешь, почему это происходит. Для чего? Ты спрашиваешь. Господь говорит, для того, чтобы ты понял, что все вокруг просто люди. Они люди. Они нуждаются во мне точно так же. И я допустил эту ситуацию. Это непонимание. Для того, чтобы ты понял, что твое упование может быть только в меня. Только я, Господь. Не твой муж, не твоя жена. Никто тебе не может заменить меня. Ты ни в ком не можешь найти опору. Знаете, там, где ты все время ищешь опору. Как бы наше понимание плеча. Знаете, мне нужно плечо. Особенно часто женщине. Мне нужно плечо, на которое я могу опереться. Но это немножко другое. Поэтому Иисус в книге песней там есть, когда невеста выходит, опираясь на жениха из пустыни. Вот цель его. Для того, чтобы, выходя из пустыни, мы выходили, опираясь на его плечо. Не даже на плечо моего мужа. Не даже на плечо моего пастора. Моего наставника. У тебя всегда будут обиды, что тебя не так понимают. Тебя не так слышат. И ты как в агонии. Ты горишь просто. Твоя душа разрывается. Тебя вокруг всюду предали просто. Это агония. Это агония гефсимании. Иисус был предан со всех сторон. И представляете, Он был даже оставлен Отцом. Вот это была высшая агония. Потому что на тот момент весь грех мира был на Нем. И Отец, сам Отец вынужден был от Него отвернуться. И слава Богу, что с нами такого никогда не будет. Это то, чего мы не сможем действительно выдержать. А Он смог. Но даже вот это состояние чуть-чуть приблизится к той агонии, которую переживал Иисус. Для того, чтобы родилось что-то особенное. Для того, чтобы в этом агне вышло чистое золото. И чистое понимание сердца Божьего. Не просто Его путей. Не просто Его дел. А сердца Божьего. Поэтому-то, поэтому с великой радостью принимайте, когда вы проходите различные испытания и искушения. Потому что это возможность. Это еще одна ступенька для того, чтобы осознать что-то и приблизиться еще ближе к Нему. К Его сердцу. К откровению Его сердца. Если мы хотим быть как Он, если мы хотим быть как Он, а это не просто наши правильные слова красивые, то ты и будешь переживать то, что переживает Он. Ты будешь переживать в своем сердце то, что переживает Его сердце. Потому что только так рождается истинное сострадание. Истинное понимание. Оно не может просто быть дано тебе в разум ни одним проповедником. Ни одним самым сильным помазанником. Оно не может просто быть вложено автоматически в тебя. Оно может только родиться внутри тебя. Оно может только пройти через тебя. И как в этой агонии родов часто. Пройти через агонию, но рождается плод. Нет другого пути. Есть, конечно, путь кесарево сечения. И часто мы хотим, Господь, чтобы без боли. Просто вырежи это и достань. Но это не желание Божье. Это не путь Божий. Господь предназначен для того, чтобы таким образом, чтобы ребенок выходил определенным путем. И в этом была его задумка. И в этом его планы. Поэтому вы можете, мы, мы все, мы можем рождаться только одним путем. Конечно, не хочется боли. Конечно, хочется без боли. Но без боли. И не бывает истинного понимания. И понимания той цены, которая была заплачена. Только пройдя через боль, женщина, смотря на этого ребенка, она понимает, насколько он драгоценен ей. Потому что была заплачена большая цена за то, чтобы он родился. И в том числе большая цена боли. И это не его цель. Это не цель отца, чтобы мы получали боль. Чтобы мы просто жили в боли. Это не его желание. Господь, открой эту истину, Господь. На, Боже. Прямо сейчас, Дух Святой. Говори в сердца. Ты говоришь сейчас, Господь. Говори, двигайся, Дух Святой. Пусть глубоко, глубоко эти семена падают, Господь. Я уже говорил, что многие забеременеют в это время, этой школы. Именно семена Божьи. И я знаю, что уже многие, даже которые уехали, они уже беременны. И для них это новое. Это новое. Это новое ощущение. Для кого-то это второй, третий ребенок. Для кого-то это первый. Это первая беременность. И это непонимание того, что происходит внутри тебя. Это новое для тебя. Это новое ощущение. Внутри тебя живет жизнь. Внутри тебя что-то происходит. Ты теперь не принадлежишь самому себе. И ты не принадлежишь самой себе. Внутри тебя есть откровение. Внутри тебя сам Он. Сам Сын Божий. Внутри тебя. Господь сокрывает до времени. Так же, как Он сокрывал Марию до времени. До определенного времени. Она ушла к Елизавете. И только Елизавета внутри нее тут же сыграл плод. Потому что внутри нее был тот же плод. И она пророчески почувствовала. Она узнала, кто и что живет внутри Марии. Поэтому Господь часто Он сокрывает до времени вас, беременных, в таких местах, где есть люди во власти, которые понимают, что внутри тебя происходит. Часто люди не понимают. Они приезжают в какие-то места и начинают как бы открываться. Они начинают рассказывать. И люди вокруг не понимают, что происходит. Особенно люди во власти. И они делают просто как аборт тому откровению. И ты потом говоришь, а что произошло? Я был, во мне было что-то. Бог что-то посеял. Но как абортировали. Произошел выкидыш. Поэтому Господь говорит, не спеши. Не спеши никогда раньше времени рожать то, что внутри тебя сейчас. То, что еще не пришло время родиться этому. Я сокрываю тебя. Я сокрою тебя до времени. И если надо, я приведу тебя к тем людям во власти, которые будут понимать, которые будут внутри чувствовать, что в тебе сейчас живет. И они просто будут молиться о тебе. Они дадут тебе место для того, чтобы ты возрастал. И вот одно из мест это здесь. Это молитвенная база. Это как сама утроба. Это одно из мест, куда будут приезжать и приезжают люди. Для того, чтобы здесь было время. Сокрытие. Пока человек беременный, пока рождается в тебе это откровение. До времени. До времени, когда тебе уже можно будет выйти в мир. И чтобы этот ребенок появился в мир. Но это место, это как тайная комната. Это тайное место. Это место убежище. И мы много об этом говорили. Я снова и снова подтверждаю это. Я слышу это сейчас в духе. Это место убежище. Там, где люди поставленные здесь во власти. Они понимают. И они готовы дать убежище для того откровения. Для того ребенка, который внутри тебя сейчас. Керала бащи, Керала. Господь, спасибо тебе за это место убежище, Господь. Спасибо тебе, Господь. Керала бащи, Керала. Хейба. Халлилуйя. Халлилуйя. Поэтому не спеши. Не спеши. Позволь этому ребенку внутри тебя развиваться. Позволь ему. Он, он внутри тебя творит. Не ты. Женщина ничего не может сделать. Она может только кушать правильную пищу. Находиться в правильном состоянии и положении. Для того, чтобы ребенок этот рождался. Соткался правильно. Для того, чтобы он развивался внутри. Поэтому точно так же для тебя. Просто в правильном месте. Питайся правильной пищей. Кушай правильную пищу. И позволь Господу. Ему внутри тебя формировать этот плод. Это откровение. Керала бащи, Керала бащи, Керала бащи. Халлилуйя. Слава тебе, слава тебе, Господь. Слава тебе. Спасибо тебе, Господь. За множество беременных, Господь, здесь. Детей твоих. За это место убежища, Господь. Это место встречи Бога с человеком. Это действительно жертвенник. Это скиния. Место встречи. Место встречи. Место соприкосновения. И место зачатия. От Духа Божьего. Керала бащи, Керала баа, Хаса Керала. За эту утробу, Господь. За эту утробу. Сейчас. Керала бащи, Керала ба, Хаса Керала. Керала ба. Поэтому Господь сюда приводит только тех людей, кому нужно здесь быть. Халилюя. Халилюя. И Господь будет приводить сюда только тех, кому нужно. Халилюя. Халилюя. Слава тебе. Спасибо тебе, Господь. Халилюя. Свято, Свято. Ты Свято, Господь. Свято, Свято. Халилюя. Свято, Твоё имя. Свято, Твоё имя. Наш Господь, Ты Свято, Бог наш, Ты Свято, Благ Господь. Люблю Тебя и прославляю имя, Я Твоё. Господь, Люблю Тебя и прославляю имя, Я Твоё. Свято, Твоё имя, Свято, Твоё имя, Наш Господь. Ты Свято, Ты Свято, Бог наш, Да, Ты Свято, Благ Господь, Люблю Тебя и прославляю имя, Я Твоё. Мой Господь, Люблю Тебя и прославляю имя, Я Твоё, Твоё. О, Господь, Люблю Тебя и прославляю имя, Я Твоё, Твоё имя, Господь. Люблю Тебя и прославляю имя, Я Твоё. Свято, Твоё имя, Свято, Твоё имя, Свято, Твоё имя, Наш Господь. Ты Свято, Ты Свято, Да, Бог наш, Ты Свято, Господь. Люблю Тебя и прославляю имя, Я Твоё, Твоё, Господь. Люблю Тебя и прославляю имя, Я Твоё, Господь. Люблю Тебя и прославляю имя, Я Твоё, Твоё, Господь. Люблю Тебя и прославляю имя, Я Твоё, Твоё имя, Твоё имя, Твоё имя, прославляю имя, Я Твоё имя, Я Твоё имя, Я Твоё имя, Люблю тебя, люблю тебя, прославляю я, прославляю я тебя. Люблю тебя, прославляю я, прославляю я, прославляю я, прославляю я тебя. Господь, люблю тебя, прославляю я, прославляю я, прославляю я тебя. Имя Твое, имя Твое, имя Твое, имя Твое выше всего. Имя Твое, имя Твое, имя Твое, слышь, имя Твое превыше, превыше всего. Я, Господь, люблю тебя, люблю тебя, и прославляю имя Твое. О, Отец Господь, люблю Тебя И прославляю имя Я Твоё Престол Твой Подножье Земля Построил Дом Свой Ты в наших сердцах Создал Вселенную Твоё всё и вся Вездесущий Всемогущий Иисус мой Царь Славлю Тебя Славлю Тебя Славлю Тебя Ты вера, надежда, любовь моя Славлю Тебя Славлю Тебя Иисус Ты вера, надежда, Иисус Ты вера, надежда Небо, престол Твой Подножье Земля Построил Дом Свой Ты в наших сердцах Ты в наших сердцах Ты создал Вселенную Твоё всё и вся Твоё всё и вся Вездесущий Всемогущий Иисус мой Царь Славлю Тебя Славлю Тебя Ты в наших сердцах Любовь моя, я славлю Тебя, славлю Тебя, славлю Тебя, Иисус, Ты вера, надежда, я знаю, Иисус, Ты вера, надежда, Иисус, Ты вера, надежда. Над ломленой трости не сломишь, И тлеющий лен не потушишь, Ты взял на себя наши боли, Господь, исцеляющий души. Со смиренного глаз не сводишь, И со всех тех, кто сокрушен духом, Без опоздания в гости приходишь, И навсегда становишься другом. Я славлю Тебя, славлю Тебя, славлю Тебя, Иисус, Ты вера, надежда, любовь моя. Славлю Тебя, славлю Тебя, славлю Тебя, скажи, Иисус, Ты вера, надежда, Иисус, Ты вера, надежда, Иисус. В Тебе вся вера, надежда и любовь моя. Тебе любовь моя. Ты любовь моя, любовь, любовь. Ты любовь моя, моя, моя. Твое имя на моих устах, а в сердце живое слово. Ты любовь моя, и на крыльях веры возносишь снова и снова. Твое имя на моих устах, а в сердце живое слово. Ты любовь моя, и на крыльях веры подними меня снова и снова. Твое имя на моих устах, а в сердце живое слово. Ты любовь моя, и на крыльях веры подними меня снова и снова. Твое имя на моих устах, а в сердце живое слово. Ты любовь моя, и на крыльях веры возносишь меня снова и снова. Славлю тебя. Славлю тебя. Я славлю тебя. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Он нежный, он нежный, не бойся, он нежный, он нежный, очень нежный. Слава, 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 Тебя Дух Святой. Делай все то, что Ты хочешь делать, Господь, сейчас. Аллилуйя, аллилуйя. Я слышу еще одно слово, метаморфоза, превращение. Для многих из вас кокон уже скоро кроется. Там, где ты был как в смерти, в этом коконе, опутанный, как когда-то лазарь был опутанный и окрученный этими пеленами. Ты был опутан, ты была опутана, как этими пеленами смерти. И ты думал, что уже все, все. Но там, где ты соглашаешься, перед ним, там, где ты соглашаешься и говоришь, Господь, да будет Твоя воля. Да будет Твоя воля. Я готов идти на эту смерть. Я умираю для себя. Через какое-то время он обязательно вас зовет и скажет, выйди. Я отваливаю этот камень от темницы, от этой гробницы. Он скажет тебе, выйди. И произойдет преображение, произойдет эта метаморфоза. Родится что-то такое, чего ты сам не ожидал и чего ты не ожидаешь и даже не можешь представить. Родится большая красота. Родится абсолютно другое и новое творение. Появится творение, которое может летать. Там, где ты раньше только мог, умел ползать и даже не представлял, что такое летать. Даже не могло войти в твой разум, что ты можешь делать что-то другое. Что у тебя вдруг могут появиться крылья, когда у тебя было 40 ног. И все, что ты мог, как гусеница, только ползать по этой земле. Максимум вбираться на какое-то высокое дерево и смотреть с этой высоты. И говорить, вау, как классно, красиво. Такое ощущение высоты полета. Но это все. Это мой потолок. Пройдя через смерть, Господь говорит, я отдаю тебе вообще новое. Я отдаю тебе новое тело. Я отдаю тебе крылья. И ты теперь не просто сможешь взбираться на высокое дерево, ты сможешь парить. Это то, к чему ты был призван. То, к чему ты была призвана. Парить. Парить. Пройдя через смерть. Пройдя через крест. Цена заплачена. Тебе предназначено. Пройдя через крест. В воскресность. Научиться любить. Поэтому сейчас Господь говорит многие души. Выйди. Выйди из гробницы. Выйди, душа. Снимите с нее эти пелена. Снимите, как Иисус сказал с Лазаря. Снимите с него эти пелена. И Господь говорит сейчас с тебя. Снимите с нее эти пелена. Закончился определенный путь смерти в твоей жизни. Я говорю, трансформация. Преображение во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю жизнь. Жизнь в твою жизнь. Я говорю, этот кокон лопается. Из него выходит прекрасная бабочка. Хералабаха, щекаралабаха. Переливающаяся всеми цветами радуги. Халилуя. Щекаралабаха. Дай ей родиться. Дай ей родиться. Я просто чувствую сказать, дай ей родиться. Дай ей родиться. И часто мы думаем, для чего эти бабочки? Просто вот это вот летают перед глазами, знаете. И многие люди, которые не будут понимать, они так и будут говорить, что это вообще как бы за бред. Может, что ты вот это вот летаешь, просто паришь. Просто порхаешь, а бабочка крылышками. Бяг, 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 бяг. Господь говорит, я сотворил ее для себя, для красоты, для удовольствия, для полета. Тебе этого не понять. Твой разум все пытается объяснить и прощупать. Что вообще здесь происходит за бред вообще? Кого это вообще спасает? Надо мир идти спасать. Надо людей каять. Надо церкви строить с платформами, с харами. Кому вообще все это надо? Господь говорит, мне надо. Ты хочешь у меня спросить, для чего я создал всю эту красоту? Просто для красоты. Для удовольствия своего, в первую очередь, Господь говорит. Вот тебе ответ. И ты говоришь, так это же нерационально, Боже. Это же нерационально. Это какие затраты? Это же сколько же денег? Это же сколько же можно было бы накормить? Или машин купить для твоих друзей? Ты говоришь, нерационально как-то, Господи. Давай как-то сядем, пересчитаем. А Бог говорит, я не спрашиваю вообще тебя. Это мое понимание, моя рациональность. Я творю, я сотворил все. И я сотворил эту бабочку для прекрасного, для удовольствия. Она парит для моего удовольствия, для моего наслаждения. Это то, к чему ты призвана. Просто парить, как бабочка, в его высоте, в его свободе, для удовольствия отца. Мы сегодня говорили утром, как раз, когда встречались с нашими друзьями из Америки. Мы говорили, что, Господь, как я могу тебя любить больше? Был вопрос у одного из нас когда-то. И Господь сказал, когда ты любишь меня, когда ты любишь меня всецело, когда ты позволяешь мне любить тебя, вернее, тогда ты любишь меня максимально. Позволь просто мне любить тебя. Доверься мне. Будь в этой свободе просто. Доверься мне всецело. Тогда ты любишь меня. Аллилуйя. Поэтому пусть придет свобода, то, о чем мы пели на этой неделе. Пусть придет свобода. Свобода в твой дух. Свобода в твой дух. Аллилуйя. Шекарала баха сэкарала. Аллилуйя. Пусть будет поглощена всякая тьма в твоем разуме. Керала баха сэкарала баха. Рождайся. 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 Керала баха сэкэн тарала баха сэкарала баха. Рождайся. Это действительно новый день. Это новая жизнь. Позволь себе родиться. Это новый день. Это новая жизнь. Рождайся. Позволь себе родиться. Рождайся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И Господь говорит просто доверься мне, отпусти себя самого, отпусти саму себя в мою любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Просто позволь ему сейчас касаться твоего сердца. Я говорю, что уходит сейчас вина и осуждение. Я чувствую сейчас то состояние, когда Иисус находился, когда привели Ему женщину при любодеянии, которую застали. И знаете, вот этот дух мира, он просто погасил всякое обвинение, всякое осуждение, всякий суд вообще, всякий гнев. Он просто был как потушен, погашен, как огонь был погашен этой водой милости, просто нереальной милости, этим покровом милости. Так что всякий обвинитель, всякий судья, он просто не смог находиться в этом присутствии Духа. Он просто бросил этот камень, бросил это оружие, развернулся и ушел. И остался только Иисус и она. И сейчас только Иисус и ты. И всякий дух обвинения, бросая камень, он уходит сейчас во имя Иисуса Христа. И нет осуждения. Нет больше осуждения для тебя. Господь покрывает тебя и поглощает все своей любовью. Всякую ошибку, всякую ошибку твою. Всякое несовершенство. Там, где ты думаешь, что ты несовершенна, несовершенно любишь Господа, несовершенно служишь Ему. Господь говорит, я не ищу совершенства в тебе. Я ищу милости. Я ищу твоей милости. Аллилуйя. Аллилуйя. И Он сказал, иди, прощаются грехи тебе твои. Прощаются тебе твои грехи. Аллилуйя. 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 И нет больше осуждения, живущим во Христе. Послушай, это слово. Нет больше осуждения, живущим во Христе. Живущим. Не просто со Христом. Живущим во Христе. В Нем. Когда Он в тебе, а ты в Нем. Никакое осуждение, оно не может просто обвинить тебя. Через веру в Иисуса нет больше осуждения. Нет больше осуждения, живущим во Христе. Живущим во Христе. Закон не дал свободы. Живущим во Христе. Живущим во Христе. Закон судил нас всех. Ни человек. Не отлучь от меня. Никто никогда. От любви твоей во Христе. Отец. Ни жизнь. Ни смерть. Ни ангелы. Ни человек. Отец. Отец. Не отлучь от меня. Никто и никогда. От любви твоей во Христе. Отец. Отец. О-о-о-о, Отец. Послушай, живущие по духу Они в объятиях Отца Все, кто в один Иисусом Они Божьи сыновья Не приняв духа рабства Чтоб в новом страхе жить Отец дает нам власть Он дал нам власть О, сыновьями быть И теперь Ни жизнь, ни смерть Ни ангелы, ни человек Не отлучат меня никто и никогда От любви твоей Во Христе От любви твоей Не отлучат меня никто Отец Нет больше осуждения Примета Живущим во Христе Чрез веру В Иисуса Ходящим в слове Потому что Закон не дал свободы Да, закон судил нас всех Но Отец Отец послал нам сына Своего Стать жертвою за грех И теперь И теперь Ни жизнь Ни смерть Ни ангелы Ни человек Не отлучат меня Ни никто От любви твоей От любви твоей Во Христе Скажи это сейчас Право Ни жизнь Ни жизнь Ни смерть Ни смерть Ни ангелы Ни ангелы Ни человек Не отлучат Никто 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 от любви твоей, от любви твоей Ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни человек Не отлучат меня никто и никогда От любви твоей во Христе Скажи, не отлучат меня Не отлучат меня никто и никогда От любви твоей во Христе Скажи эту истину, слух Не отлучат меня никто и никогда От любви твоей во Христе Не отлучат меня никто и никогда От любви твоей во Христе Не отлучат меня никто и никогда От любви твоей во Христе Ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни человек Не отлучат меня никто и никогда От любви твоей во Христе Не отлучат меня никто и никогда От любви твоей во Христе Можешь сказать Аллилуйя? Аллилуйя! Спасибо тебе, Отец! Я! 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 Я Пусть это придет новой верой. Это будут не просто слова, а как живая вера, живое понимание этих слов, живая реальность прямо с неба. Не там, где ты себя сам убалтываешь, а там, где приходит реальность. И ты как погружаешься в реальность. И ты доверяешь, и ты понимаешь, что все в его руках. Никто и ничто не может отлучить меня. Никто и ничто не может разделить меня. Никакой человек, какой бы властью он был не наделен. Послушай, ни один человек не может тебя отлучить от Бога, отрезать от его любви. Карала бащикарала. Аллилуйя. 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 Господь. Я понимаю, как надо глубоко и глубоко, нам нужно откровение этого, понимание, как оно должно родиться в нас еще. Мы все это понимаем, мы все это знаем нашим разумом. Но это не рождено в нас. Это откровение, это реальность Божья, это Божья вера, это Божья надежда. Господь, мы нуждаемся в этом. Если тебе нужно это, скажи, Господь, я хочу больше, я хочу, я нуждаюсь в этом, Господь. Чтобы эта реальность пришла, Господь. Сама реальность Твоя, прямо с неба. Погрузи меня в эту реальность. Крести меня в эту реальность. Крести нас в Твою реальность. Крести нас, Господь. Аллилуйя. Щекаро. Аллилуйя. Чувствую еще одну. Песню спи. Хотели закончить, но быстро. Я не буду вспоминать Прожитые дни, Потому что рядом Вечность. Наиву, как и во сне, Радуги Твои, Их свечение бесконечно. Меня пьянит Сиянье Твоих глаз И чистота Небесных фраз Пусть струится, Как река, А река Твоя Глубока Крещенье Любви И огня. Эти вечные слова Поцелуи На устах Крещенье Любви И огня. Пусть струится, Пусть струится, Как река, А река Твоя Глубока Крещенье Любви И огня Своего Огня Эти вечные слова Поцелуи Бури На устах Крещенье Любви И огня Бури 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 Я дыханием твоей любви навеки увлечу, и дыханье бесконечно. Отец, меня пьянит в сиянье твоих глаз и чистота небесных страхов. Пусть струится, как река, а река твоя глубока, крещение любви и огня. Эти вечные слова поцелуи на устах, крещение любви и огня. Пусть струится, как река, а река твоя глубока, крещение любви и огня. Пусть струится, как река, а река твоя глубока, крещение любви и огня. Пусть струится, как река, а река, а река, а река. Я хочу быть баптайзен в твоей жизни. Я хочу быть баптайзен в твоей жизни. Пусть струится, как река, а 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 рек и огня по-английски давайте споем Баптайзе, баптайзе Я хочу быть баптайзен в Твою любовь Баптайзе, баптайзе Я хочу быть баптайзен в Твою любовь Хочу я быть погруженным Баптайзе, баптайзе Баптайзе, баптайзе Я хочу быть баптайзен в Твою любовь Баптайзе, баптайзе Я хочу быть баптайзен в Твою любовь Я хочу быть баптайзен в Твою любовь Я хочу быть баптайзен в Твою любовь Я не буду говорить сейчас больше ни о чем Потому что рядом вечный Я дыханием Твоей любви Навеки увлечен Он, Отец, и дыханье бесконечно Меня пьянит, меня пьянит Сиянье твоих глаз, Отец И чистота небесных врат Пусть струится, как река А река твоя глубока Крещенье любви и огня Твоего огня Верьте, вечные слова Поцелуи на уста Крещенье любви и огня Пусть струится, как река А река твоя глубока Крещенье любви и огня Погрузи меня, погрузи меня В эти вечные слова Поцелуи на уста Крещенье любви и огня Сейчас происходит Крещенье 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 любви и огня Погрузи меня, погрузи меня В Крещенье 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 любви и огня Своей любви и огня Баптайзе 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 Я хочу быть подружённым в любовь, Я хочу быть подружённым в твоём любовь. 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 В твоём любовь. Я хочу быть подружённым в твоём любовь. В твоём любовь. Я хочу быть подружённым в твоём любовь. В твоём любовь. Я хочу быть подружённым 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 в твоём любовь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok ты будешь ты будешь для многих в чужой стране ты будешь любить ты будешь любить многих в чужой стране к тебе прибегут к тебе прибегут народы и страны к тебе есть приют к тебе есть уют и ты заживляешь глубокие раны к тебе есть приют к тебе есть уют и ты заживляешь глубокие раны небеса моя небеса моя небеса моя влюбляюсь я в твой нежный голос влюбляюсь иду тебя я в далекие края услышат они твой уверенный курс Весна, Весна Моя, Весна Моя. Весна Моя, Весна Моя, Весна Моя, Весна Моя. Весна Моя, Весна Моя, Весна Моя. Весна Моя, Весна Моя. Весна Моя, Весна Моя. Весна Моя, Весна Моя.